мур привет друзья с вами зверько а это рубрика ml факты благодаря введению режима практики с куклами тем кто не в курсе куклы это боты можно тестировать механику игры которая не так однозначно сегодня разберем ульту харли я напомню харли накидывает круг который наносит урон если цель от нас получает еще магический урон круг во время схлапывания нанесет больше повреждений не всегда понятна очередность приема урона например с жезлом молнии но начнем с эмблем мага а потом возьмемся за предметы эмблемы мага у меня рассмотрены в отдельном видео итак второй перк который вызывает горение без срабатывания пассивки урон от ульты 711 схлапывание 350 пятьдесят пять с пассивкой урон 711 плюс горение 215 трижды и схлапывание 563 следуя описанию засчиталось два поджога значит первый поджог срабатывает до ульты и не учитывается в схлапывании хорошо теперь посмотрим третий перк который срабатывает при касте собирают те же предметы что и со вторым перком чтобы личный урон харли был такой же теперь в ульте вылетает прежние 711 урона и 126 добавочно от перка при схлапывании 355 также было при срабатывании пассивки со вторым перком а значит этот урон ультой не учитывается от последующих кастов добавочный урон уменьшается пропорционально хп противника отсюда можно сделать вывод профитнее для харли брать второй перк теперь потестируем предметы эмблемы берем те же там скидка которая не будет влиять на урон уже зла молнии 75 магической силы добираем нейтральными предметами первый урон 397 схлапывание 198 теперь предметы заменяем жезлом ульта наносит 397 урона а урон от посоха 569 схлапывание по-прежнему 198 урон посох наносит хороший жаль не вливается ульту от первого каста пылающий жезл тоже 75 магической силы и горение первый урон 397 и горение 68 67 66 схлапывание дает 255 урона и вновь вызывает горение опять же от горения ульта впитывает два тика значит до раскрытия кольца ульты наш урон не учитывается а только два значения от горения хорошо давайте посмотрим еще предметы например говорящий с ветром говорящий нам не дает магическую силу но у него есть пассивка которая активируется с руки снимаем себя все чтобы посмотреть урон 358 151 с руки и 244 схлапывание если интересно чистое схлапывание 179 теперь с говорящим первоначальный урон 358 151 рукой и говорящий 172 итог схлапывание 318 дамаги пассивка говорящего с ветром учитывается но для харли это бесполезный предмет давайте возьмем косу бедствия у косы 70 магической силы как у мимолетного времени смотрим урон 394 ультой 187 с руки и схлапывание 277 теперь то же самое проделаем косой ульта 394 187 с руки и косой 114 само схлапывание 327 а это значит круг учитывает чистый урон что мы собственно выяснили посох молний сам по себе очень сильный предмет но молния не идет в учет ульты правда загнать ее туда можно если подгадать тайминг кд пассивки далее что горение и чистый урон учитываются ультой а значит после схлапывания урона пройдет больше в этом плане профитнее второй перк мага а раз учитывается чистый урон то харли также может подойти коса ведь использует навыки он постоянно пишите ваши мысли по поводу таких экспериментов делитесь видео с друзьями и конечно ставьте лапки всем пока а а а